всем привет ну конечно мы все любим сладкое мы все любим себя хотя бы немножко побаловать и из-за этого стать немножко радостнее и чуть более счастливыми поэтому сегодня пришли в гости к розе которая начинающий кондитер здравствуйте а ну что же что мы сегодня будем готовить наверное будет что очень сладенькая да одно будет у нас сладенькая это в преддверии 14 февраля у нас будет известный красный бархат но мини версия и также будет творожная запеканка красный бархат это классика американской кухни появился рецепт красного бисквита в 19 веке в штате агайо что ж отложим приготовление самого торта на потом а пока займемся творожной запеканкой понадобится нам 700 граммов творога лучше конечно домашний творог желательно чтобы она была такими как крупными зернами если посмотреть на достаточно крупнозернистый 6 яиц далее у меня будут бананы это как начинку можно добавлять абсолютно все что хотите также у меня были свежезамороженные ягоды еще с летних сборов и сушеная вишня клюква любые сухофрукты можно добавлять но предварительно сухофрукты нужно замочить холодной воде чем холоднее вода ниже градус тем лучше потому что как известно сухофрукты обрабатываются сернистым ангидридом но что не есть очень хорошо для здоровья а он прекрасно растворяется в холодной воде раз на бархатах название более мне кажется такой агротическая чем просто творожная запеканка но все-таки наша запеканка наверно она более полезна конечно муку добавлять мы не будем можем добавить немного манки она будет тогда более такая плотная но ты вообще вот значит мы начали сказать что ты у нас начинающий кондитер как ты давно это занимаешься и как ты к этому пришла к этому пришла ну в принципе да наша семья вообще любит покушать вкусно покушать побольше покушать сладкое мы в принципе у нас все сладкоежки ну за исключением конечно детей мы ограничиваем ну и конечно какое-нибудь торжество допустим или день рождения хочется сделать своими руками удивить сделать приятно когда желтки и белки разделены в творог кладем 6 чайных ложек сахара от белка добавим щепотку соли взбиваем белки до воздушной пены но немного добавить сливок бананы ягоды абсолютно можно в принципе вообще ничего можно не добавляя сахар сделать ее даже соленой запалить разные виды сыра зелень и тоже будет классненько ну что пока наша волшебная творога запеканка собственно готовится запекается мы переходим ко второму блюду и это нас будет красный бархат да классический мы берем за основу сейчас рецепт от энди шефа достаточно известный кондитер кулинар россия рецептов красного бархата просто уйма каждый добавляет какую-то свою изюминку там играется с разными ингредиентами но сегодня за основу берем его но все-таки кроме бисквита и крема хочу добавить туда еще кислинку конфитюр и будем делать его из лишних для конфитюра взбиваем блендером вишню и добавим две столовые ложки кукурузного крахмала теперь ставим на огонь чтобы масса загустела красный бархат это твой любимый десерт конечно если мы не говорим про творожную запеканку но это немножко другой ну да творожную запеканку можно ее как полноценный завтрак использовать или на полдень подать там допустим как как десерт действительно а из любимых десертов прям прям так ну да наверно красный бархат и тирамисути являются легкие пузырики еще не совсем но она вот только-только-только начинает ждем еще таких более крупных пузырей кефира я беру по рецепту 280 но я беру 300 грамм где-то 305 потому что все равно часть у тебя остается тут получилось даже 328 вот и этого в принципе достаточно мы выключаем далее отмерим 150 граммов растительного и столько же сливочного масла растопим его в микроволновке теперь одна из важнейших составляющих теста какие особенности приготовления тесто для этого так в том-то и делал никаких ты просто все ингредиенты все в одну чашу сразу скидываешь и перемешиваешь в этой чаше у меня идет сахар в оригинальном рецепте 300 грамм я снизила до 250 какао какао в оригинальном идет 5 грамм мне этого показалось маловато я кладу 10 сода 3 грамма разрыхлитель 5 грамм можно добавить еще и ванилин ванильный экстракт там был ванильный сахар что у вас есть муки мы добавляем в оригинальном рецепте 340 так как я беру больше кефира я беру соответственно и больше муки там грамм 370 наверно 380 теперь мы убиваем может присоединяться яйца 3 яйца и на этом будет все в оригинальном рецепте у тебя идет где-то две полторы ложки гелевого красителя но я взяла какао два раза больше объемом соответственно я и красителя возьму побольше потому что какао его бывает если ты не доложишь краситель сэкономишь там или поле ну не хватит то у тебя бисквит не будет вот этим красным который собственно нам и нужен он будет у тебя коричневый вообще с красителями ты предварительный сразу в тесто его не кладешь ты замешиваешь либо вот допустим в нашем случае это кефир либо когда у тебя уже все тесто готово ты берешь пару ложек этого теста замешиваешь и потом вот эту вот уже подкрашенную массу ты добавляешь в основном чтобы у тебя был равномерный красивый цвет когда тесто для нашего бисквита готово перемещаем его на противень желательно оставить его на всю ночь в холодильнике но хоть мы этого делать не будем менее вкусным наши пирожные не станут сейчас будем готовить крем для этого нам надо будет то есть крем это тоже когда мы будем собирать уже сам пирожное мы там будем делать крем красной будет бисквит, крем, вишневая бисквит, крем ну такое так для этого нам нужно сливочное масло комнатной температуры желательно его подержать конечно чтобы оно размякло хотя бы 3-4 часа в данном случае я его оставила на ночь оно такое мягкое, податливое так я кладу сюда 150 грамм для выпечки в принципе не такая большая разница какое ты масло сливочное возьмешь но конечно 82-82,5% это и туда и в крем но допустим для крема если ты возьмешь более желтое масло то у тебя и крем будет более желтый так, крем у нас готово все равно все я сейчас добавлять не буду далее в эту массу мы будем добавлять сливочный сыр сливочный сыр тоже достаточно важная составляющая у нас тут 170 я кладу 450 грамм сливочного сыра ну а 150 грамм масла тем временем наша запеканка готова откроем мультиварку и дадим блюду прийти в себя сейчас мы будем взбивать сливки сливки всегда должны быть хорошо захоложенные поэтому сейчас тоже поздно вспомнила но обычно я еще сливки перед взбиванием закидываю в мразине минут 10-15 тогда вообще нет никаких проблем плюс хорошо сливки нужно перед взбиванием перемешать и легкими движениями просто снизу вверх в крем также я люблю добавлять или сок лайма или же сок лимона буквально чуть-чуть для такой вкуса что ли чтобы не было этого притерности поэтому буквально чуть-чуть его выжать да доставим наш битквит ставим красота цвет на самом деле уже не такой ярко-красный он уже такой богатый да но все равно ты когда он сейчас немножко подаст и нет мы будем снимать вот это вот видишь как Алла дала свой вот этот вот коричневый цвет и поэтому если вот посмотреть вот тут я всковырну он вот такой вот ну про что я говорила благородный красивый цвет ставим крем в холодильник буквально на 5-10 минут пока бисквит остывает достанем запеканку и кладем сверху кусочек масла теперь начинаем вырезать форму для пирожных из этого нашего то что мы сделали один противень сколько примерно получится из него пирожных смотря какой диаметр у вас кольца это кольцо достаточно большое 9 сантиметров но противень у меня маленький сразу говорю у многих стандартные духовки идут больше противень а здесь получится наверное пирожные 4 сейчас посмотрим сколько у нас колец нет нет остаток бисквита мы конечно не выбросим а сделаем мини версию красного бархата в стакане теперь дело за малым собрать пирожные ну что вот у нас и готовы два наших десерта это творожная запеканка и красный бархат так что уважаемые телезрители дома тоже можно готовить такие изысканные пирожные ну скажи если наши телезрители все таки решились на создание пирожных на такие кондитерские творения дома что самое главное что надо что самое главное учитывать не экономить на продуктах и выбирать по маме конечно можно выбрать допустим у сливки которые на основе жирозамещающих они будут легче взбиваться и так далее но это делать и для себя для для своих родных поэтому ну я не люблю такое я люблю все натуральное сделано с любовью скажем так указывает всегда любовь и не боится экспериментировать я думаю что красный бархат удался абсолютно поэтому обязательно готовьте и вы пробуйте экспериментируйте и наслаждайтесь этими прекрасными блюдами приятного аппетита аннаита саханова эдгар сбита латвийское телевидение по